Приветствую всех на своем канале! Напоминаю мы рассматриваем систему Biolis комплект, на этот раз мы рассмотрим все плоские, сравнительные характеристики, проверим как работает генератор на них, свои тоже плоские для примера как тест будет и тут будет у нас присутствует генератор усиленный, которым я обычно пользуюсь. Хотел я еще посмотреть и на обычном генераторе, но опять все затянется, вот у меня здесь куча индикаторов различных, которые мы сейчас тоже рассмотрим и все постараемся это все сравнить. Значит вот это вот плоская на витой паре, как мы уже говорили, и я уже говорил что есть разница между частотами. Вот этот 316 кГц это когда мы подключаем к нему, а 338 это с моим генератором. Сегодня осциллографом ничего мерить не будем, я специально отдельный выпуск сделаю, если что частоты померяем вот этим тестером для сравнения. Вот к примеру подключаю, вот этот видите индикаторы сразу пошли гореть. Видите тут ничего, тут мы что-то имеем. Так, немножко раздвину это все, чтобы оно не мешало. Значит у нас вот такие индикаторы. Вот я еще сделал один вариант, он не так бьет по экрану и именно вверх работают они так как этот. Ну и эти индикаторы как обычно, но они работают очень высоко, далеко, как видите даже вон где и светится. Но эти тоже вот как видите. Но это все, вот это индикаторы, как я уже сколько раз говорил, это показывает именно паразитное излучение. Вот это показывает то что нам надо. Опять же это на усиленном генераторе. Вот здесь можем попробовать такой вариант. Как видите ничего нет. Ну этот я вообще не рассматриваю, потому что это какое-то убожество. Есть еще другие индикаторы. Для наглядности. Вот теперь подключаем к родному. И что у нас тут есть. В общем здесь довольно таки полноценный измеритель. Он на самом деле показывает то что есть, а не просто это имитация. Типа вот мы крутим настройку и у нас тут якобы просто крутится. Показывает какие-то номиналы. На самом деле он все показывает реально. Вот даже если мы перегрузим вот например плоскую, видно что сила тока уменьшается. То есть вполне полноценный измеритель. Но есть и достоинства, есть и недостатки. Это потом, когда буду рассматривать генератор. Так вот. Сейчас у нас частота 316. А на моем 338, как видите. Почему это так? Опять же в другой раз. Не буду сейчас заостряться. Но факт остается фактом. В общем мы видели, что неонки тут практически не горят. На даже усиленном. Вот здесь вот. Я показываю как здесь. Ну вот здесь вот токи, когда малые даю. В общем там вот уже начинает светиться. Если видите. То есть здесь потенциал в принципе есть. Даже вот при малых токах. что радует конечно. А вот это максимальный ток. Вот сейчас уже достаточно опасно идет. И можем посмотреть, что оно вот как. Вот неонка уже начинает тут как-то подсвечивать. Как видите. Он тут аж полыхает. И даже вот. Вот. Уже и лампочки горят. Но это уже слишком большая мощность. Это если смотреть вот по. Как бы по этой шкале. Вот тысяча она больше не показывает. Но на самом деле там уже по две тысячи. Вот это вот. Вот я кручу. Видите сколько кручу. И оно все еще стоит на месте. То есть индикатор ограничен. Вот сейчас только вот. Начало показывать, что оно уменьшило. А он еще сколько у нас запаса. И вот можем смотреть по этим индикаторам. Вот как оно разница. Вот сейчас вот. Вот тысяча. Это не светится. Добавляем. И пошло засветка. Ну при малых токах совсем то уже и эти начинают гаснуть. Вот мы посмотрели вот эту. На витой паре. Сейчас пока посмотрим следующую. На медном проводе. Как видите тоже 307 273. 273 это вот на этом. Включаем на полную мощность. Пока ничего не светится. И видно даже на полной мощности. Оно в общем то ограничено. На той витой паре было значительно выше всего. Эти тоже вот только начинают. Это вот я именно на полной мощности. Так. Теперь смотрим когда оно перестает тут светиться. где-то 300. Где-то 300. То есть она более концентрированная. Но в то же время не сильно она и мощная. мощнее. Просто более концентрированная. Это то что на этом генераторе. теперь переходим. Теперь переходим на мой. Как то ну даже веселее на этом. Но мой мощность не регулирует. Так. Здесь мы смотрим ничего. Тоже ничего. Тоже совсем ничего. Тут засветка уже теряется вот в этом месте. Вот и можем опять заметить как оно будет тут гасить. Смотрите даже на этом расстоянии я вас специально сделал именно такое чтобы он был выше хотя бы на два сантиметра. А не просто ложился. И вот как видите вот мощность падает. Тут же буквально меньше. Но все равно падает но значительно меньше. То есть оно не так бьет по этим излучателям. Такие вещи проверяются обычно более близком расстоянии. В общем делаем полную мощность. Видим что она дает не много статики. Вот здесь что то есть на поверхности. А так не очень даже на очень большой мощности. И уже греется. В принципе можно даже замерить. Сейчас попробуем. Это буквально вот пару минут поработало. Вот температура окружающей среды. Да. 25-26 градусов где-то здесь. Смотрим что значительно выше. Конечно еще температура нормальная. Но если это класть на тело. Куда-то прижимать. И закрыть еще там под рубашку или под что-то. То она уже может и под 40-50 нагреться. На такой мощности. Но на такой мощности очень не советую близко ее приближать. Вот еще такая мощность. И меньше. Это можете себе позволить. Вообще старайтесь не играться с мощностями. Вот это вот как я уже говорил. Это не достоинство. Это недостаток. Потому что существует определенная опасность. Да. По меандру еще у меня тут не посмотрели. Вот видите. Вот тут можно единственное что. Как бы меандр больше бьет. Так. Тут не дает. Вот тут дает. Ну это все относительно с этим меандром. Потом будем разбираться с ним. Есть еще такой индикатор. Но он тут не будет ничего показывать наверное. Да. Показывать он ничего не будет. Так. Это вот две обычные которые в комплекте. Одна на меди другая на витой паре. И еще одна необычная. Так сказать статическая. Вот я тут разобрал эту коробочку вам показать. Заодно. То есть фактически это тор. Только на феррите. Емкости. Резистор. Можете внимательно посмотреть. Ничего здесь страшного нету. Ну я одно могу сказать. Что не приемлю вихревой медицине ни ферритов, ни конденсаторов. Считаю что это лишнее. Ну раз сделали значит рассматриваем. Так вот сейчас я выбираю минимум. Она очень сильно бьет статикой. Очень сильно. Конечно пока сделаю тысячи. Вот она чуть-чуть что-то тут даже дает. Пытается. Даже вот здесь. Но здесь как видите вот работает уже даже вот так. Даем полную мощность. Видно что уже даже на расстоянии больше десяти сантиметров уже все освещается. И конечно тут вот можем посмотреть. Все горит ярким пламенем. Тут вообще. Ее как угодно можно вставить. Она будет вся работать. Я потом еще буду подключать сюда посох. Жезл. и покажу вот на ней как светятся лампы в общем-то вдалеке от нее. Так долго показывать не могу потому что она так бьет что бьет по мозгам. Я же говорю очень опасная штука. Ее очень ограничено надо пользоваться. Или на малых мощностях. Вот видите что она творит. Так все делаю меньше. Потому что я тут не высяжу с ней. Вот 278 кГц. Естественно на обычных генераторах она не очень то хочет работать. Потому что это специально адаптированная под такую систему. В общем штучка очень спорная и очень относительно полезная. Не знаю. Я например такое бы не применял. Хотелось бы знать был ли положительный эффект от такого воздействия. Бьет она очень сильно. И как я считаю в общем-то сила силой. Но именно вот эта энергия которая она излучает. Она как для меня не очень хорошо. Я ее чувствую так плохо. Ну ваше дело применять или нет. Тут я ничего не могу сказать. Так теперь. Я подключаю свое. Тестовое. Это мои тестовые. Уже все потрепанные. Почти два года. Я на них все контролирую. Вот подключаю эту. Как видите светится она даже уже меньше двухсот. Та была за триста где-то шло. Она полной мощности. Тут вот что творится на ней. Светодиоды горят очень ярко. Аж видно что они перекаливаются. Вот это вот тоже как видите. Хотя вся разница в чем. МГТФ. Тот же генератор. Все тоже самое. Вот я дал полную мощность. Как есть. И вот это даже не думала там светится. А вот здесь. Ну вот где-то вот на тысячи. Вот оно все. Видите как. Даже на тысячи. Так. Тут. Надо сделать помощнее. Вот видим. Что оно творит. Хотя на тех даже и близко не было. Что. Опять же тут. Можем рассматривать как что. То есть фактически во всех местах горит. И может. Можем даже вот так найти. Ну тут вообще даже. Этот индикатор уже и близко нельзя к нему. Потому что светодиоды просто погорят. Как и тут видите как ярко. Прямо фонарик настоящий. И вот даже на тысячи. Ну что творится. Вот это на тысячи. Сейчас максимум даю. То есть почти как статическое. Смотрите. Но без всякой вот этой вот. Ерунды. Тоже как видите. Видите на каких токах. Все нормально горит. С теми же мы этого не видим конечно. Только на статическое что-то. И то на полной мощности. И то оно так бьет. Что прямо. Чувствуется что мозги закипают. Так. Ну это лампа что-то не особо. Тоже что-то есть. Заметили разницу. И опять же 335, 318. Это дает 318. Мой дает. Можем замерить. 318. С моим. 336, 335. Ну примерно. Теперь смотрим то же самое. Видите что творится. Тоже как. Тоже светодиоды перегореть могут. Тут тоже все без вопросов. А это средняя мощность. То есть где-то около 1000. Даже меньше. Пускай будет примерно так. По мощности. Я замерял осциллографом. Все сравнивал естественно. Вот это все видим так. Вот видите. Тоже светится все. Так. Это. Не знаю. Будет. Наверное нет. На этой мощности. Тут то все нормально. Как видите. Ну вот и генератор именно повышенной мощности. Естественно. На обычной мощности этого все особо не наблюдается. Еще вот это можно наблюдать. Вот на такой. И на неонках немножко вот можно иногда что-то увидеть. Ну а так то что народ пытается вот засвечивать так. Даже вот на этой мощности оно относительно. Ну. Надо ее зажечь. Найти место зажечь. Тогда она горит. Вот это вот одна. Которая 160 миллиметров. вот это у нас 200 миллиметров. По толще провод. Вот. Тоже все полыхает. Как видите. Все оно даже. Он. Полыхает. Аж. Так. Сделаю. Вот так. Все оно полыхает. Видите что творится. Делаю совсем вот так вот. И все оно светится. Вот оно. За экраном все равно светится. Как видите. Так. Увожу дальше. Все равно светится. Представляете. Вот какой радиус действия получается. Хотя на тех. При больших параметрах. Такого радиуса не было. Вы представите себе что на 2 амперах. На полной мощности. Вот опять фонарик на светится. Приличный. Тут тоже. Средиоды полыхают. Тут он. Уже даже так можно светить. Как видите. Все горит. Вот вам и разница. Когда у вас. Генератор. Не сильный. Не мощный. Но. Излучатель. Достаточно правильно сделан. И получается что. При меньших мощностях. Вы получаете. Больше. Даже. Результат. Чем. На большой мощности. Но. Вот. С не очень. Правильными. Намотками. Вот. Видите. Как. Вот. Светит. Так. Это. Полная. Даже. Меньше. Так. Генератор. Вот. Это. Примерно. Как. Обычный. Генератор. Вот. Видите. Все. Горит. Даже. Это. Горит. Это. Вообще. Без вопросов. На. Обычном. Генераторе. Вот. Разница. Мы. Можем. Сейчас. Повторить. Вот. Включаем. Сразу. Показывает. Не ту. Мощность. Ну. Ладно. Вот. Она. Тоже. Зажигает. Именно. Эту. А. С этой. Загорается. Только. Где-то. Вот. После. 400. Но. Эти. Как. Видите. Никак. Только. Полной. Мощности. Вот. Начинают. Где-то. То. Где-то. В. Четыре. Раза. Надо. Дать. Мощность. Больше. Чтоб. Работали. Примерно. Так. Как. Вот. На. МГТФ. Так. Это. Тут. Чувствую. получил. Так. Что. Вот. Вы. Увидели. Что. На. Этот. Раз. Пока. Я. Просто. Вам. Показываю. Потом. Выводы. Будем. Делать. Уже. В. Самом. Посохи. Как. Уже. Жезли. Ну. И. Эту. Вот. Дивную. Статическую. Да. С. Этим. Я. Пересканировал. Меня. Там. Просили. Все. Это. Я. Тоже. покажу. Не знаю. Может. Под видео. Выложу. Скрины. Или. Посмотрим. Подумаю. Так. Вот. Пока. На. Сегодня. Все. Опять. Задавайте. Вопросы. Очень. Интереснее. Будет. Значит. Следующий. Выпуск. Как. На. Обычном. Точнее. На. усиленном. Генераторе. Так. И на этом. Все. Пока. До свидания. Будьте здоровы.